Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня у нас 22 марта, началась неделя, и неделя началась достаточно неплохо, индекс Dow Jones прибавил 103 пункта, мы закрылись на отметке 37731 плюс 3 процента, и это несмотря на то, что Dow Jones открылся сегодня в отрицательном направлении. NASDAQ прибавил 162 пункта, 13378 был конечный результат плюс процент с четвертью, Standard & Poor's 500 поднялся на 27 пунктов, 3941 конечный результат плюс 0,7%, Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,9% и транспортный индекс минус 0,1%. Банковский интерес упал, десятилетние госбумаги дают 1,689, хотя раньше они давали 1,7 и 1,72, и поскольку они упали до 1,689, технологические компании развернулись, пошли наверх, и поэтому NASDAQ поднялся на процент с четвертью. Пятилетние госбумаги дают 1,0.858 и 30-летние госбумаги дают 2,392, 1 евроамин 1,19. Из сырья нефть закрылась на отметке 61,27 доллара, золото 1,938 долларов 60 центов, серебро 25 долларов 84 цента за одну унцию, фунт меди 100 и 4 доллара 14 центов, платина 1,186 долларов 40 центов за унцию и палладий 2,676 долларов за одну унцию. За границей сегодня Англия небольшой минус, минус чуть меньше чем одна десятая процента, Франция минус 4,0 процента, Германия небольшой плюс, Швейцария минус 0,15 процента, в Азии японский Nikkei упал чуть больше чем на 2 процента, Шанхайская биржа прибавила 1,1 процента, Гонконгский хансен минус треть процента. Что сегодня было главным, на что инвесторы обращали внимание? Ну прежде всего Джером Пауэлл, председатель нашего Федерального резервного комитета, он сказал, что он будет держать банковский интерес достаточно низко с одной стороны, с другой стороны он будет продолжать покупать бонды, то есть создавать ликвидность, другими словами он будет помогать нашей экономике развиваться. Это одна новость. С другой стороны, 1400 долларов чеки скоро должны начать прибывать в почтовые ящики тех людей, которые их ожидают. Следующая новость это нехватка микросхем, нехватка так называемых чипс. Нехватка чипс создает проблемы для производителей автомашин и проблемы созданы не только для одной какой-то компании, проблемы созданы для всех компаний и в Детройте тоже большие проблемы. Дальше Белый дом собирается сделать еще один стимулос, 3 триллиона долларов дополнительные, это называется рекавери план, 3 триллиона долларов. Ну что ж, они готовы напечатать такое количество денег, что скоро никакой годовой воловой доход не сможет платить по долгам. Просто мы не сможем платить по долгам и как это будет дальше, это все стоит под большим вопросом. Количество нелегалов, которые находятся у нас сейчас на границе с Мексикой, составляет огромное количество. Белый дом запретил, запретил агентам, которые принимают всех нелегальных детей, всех нелегалов, большинство количества детей, без родителей, которые приходят, запретил разговаривать с мидией. Но теперь Белый дом говорит, что вроде бы они разрешат говорить с мидией. Тем не менее, фотографии о том, какое количество нелегалов на границе, и это полный кризис, это полнейший кризис, который происходит, но наше правительство пока об этом молчит. Из компании, на которые мы обратили внимание, это Boeing сегодня упал на 1,8%, Apple поднялся на 2,8%, Microsoft прибавил 2,5%, Tesla поднялась на 2,3%, с утра они поднялись намного больше. После того, как Cathie Wood, которая основатель ETF ARK, она сказала, что Tesla к 2025 году дойдет до 3000 долларов за одну акцию. Ну, инвесторы переглянулись, как бы посмотрели, некоторые посмеялись, некоторые улыбнулись, некоторые ничего не сказали, тем не менее, Tesla сегодня поднялась на 2,3%, Amazon плюс 1,1%, Ozone, российский Amazon, упал сегодня на 1,5%, TechStain потеряла 1,6%, Visa, которая в пятницу упала намного после того, как стало известно, что федеральное правительство будет рассматривать вопрос, как они ведут свой бизнес. Сегодня поднялась на 0,5%, хотя в течение дня они были намного выше, и American Express минус 0,5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту. Я лишь хочу вам напомнить, что по всем финансовым вопросам вы всегда можете обратиться к нам в Raymond James. Мы будем рады вам помочь. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, с наступающими праздниками, доброго вечера, будьте здоровы!